Ужасно хочется пообщаться с вами на тему крайнего выпуска проекта «Одружение на Ослип». Сразу же немного критики в студию. Неужели так сложно было при даче людьми интервью записать звук? Почему все снималось практически в одном месте? И поездка в Одессу, там же обмен или возврат колец, и финал тоже в Одессе? И мне ужасно не нравится, как работает Даниэль Салэм. Он некомпетентен, он не может быть ведущим, он не говорит, он не знает языка, он не выговаривает. Зачем это все? Возьмите даже вот этого парня, который в последнем выпуске снимался. Пусть он ведет эту передачу. Он же профессиональный ведущий. Возьмите, пожалуйста, профессионала. Ну, или профессионалку. А теперь по делу. Уже который раз создатели проекта «Одружение на Ослип» не попадают в людей. Подбирают людей, которые друг другу не понравились. По крайней мере, девушке молодой человек, или не молодой человек, женщине не понравилось. Вот и все. О поведении самого парня. Это было ужасно. Все наезжают в комментариях на его бывшую жену, которая якобы вела себя не тактично. Но давайте рассудим. Они были женаты. Соответственно, несколько лет у них появился ребенок, и они расстались всего лишь 4 месяца назад. Четыре! Не сложно догадаться, что ей еще больно, и она еще хочет его вернуть. Нужно иметь какую-то этику и уважение к своей бывшей. И если ты не хочешь быть с ней, не приглашать ее туда, где твоя нынешняя. Не делать ей больно. Пускай вы расстались, да, но вы же остались людьми. Зачем ты делаешь человеку больно, с которым ты прожил несколько лет? Это вообще, по-моему, аморально. Вот если вы расстаетесь, и даже если человек вас любит, и это вам очень льстит, не делайте ему больно. Прервите все раз и навсегда. Не давайте вторых шансов. Не давайте намеков, что все можно вернуть. Человек мучится. А так он раз отмучится и будет счастлив. И вот если женщине мужчина навязывается, так о женщине говорят «дала повод». А вот если мужчине женщина навязывается, то почему-то виновата женщина. Ну, как всегда, наша пресловутая дискриминация. В любой из ситуаций почему-то в обществе считают, что прав мужчина. А ваше мнение по этому поводу какое? Как вам его бывшая жена? А теперь по поводу героини проекта. Мне совсем непонятно, почему о ней говорят, как о той, что выглядит молодо. Мне совсем не импонирует ее внешний вид, который соответствует ее заявленному возрасту. Излишняя сухость кожи, морщины и короткая челка, как у ребенка. Уж простите и меня за хейт, наверное, это можно так назвать. Но меня впечатлило ее заявление в конце, что я уже не стыжусь того, что я хочу замуж. Нет ничего постыдного в том, чтобы хотеть естественных вещей. Продолжение следует...